Хочу вам представить следующий гаджет. Это мой любимый гаджет. Я обязательно домой приобрету, потому что это не просто у нас блендер вихри по цене 1790 рублей. Это два в одном. Давай с тобой разбираться, рассказывай, что сюда входит, какие у нас здесь составляющие. Итак, обратите внимание, у нас есть вот такой вот стакан. Чаша. Ну, больше даже стакан. Объемом полтора литра. Вот такие стаканы, как правило, используют профессиональные бармены для приготовления, коктейлей, для приготовления смузи. Кстати, для приготовления супов пюре можно тоже использовать. И мы вам сейчас как раз это продемонстрируем. Вот мы сварили заранее суп пюре. Овощной. Овощной, да. Кстати, знаешь, чем отличается крем-суп от супа пюре? Нет, расскажи, пожалуйста. Крем-суп – это суп, в котором присутствуют сливки. А суп-пюре – это суп просто без сливок. Да, вы можете взять тыкву, например, вы можете взять любые овощи, которые вы любите, налить их в блендер. А мы будем суп-пюре делать или крем-суп? А мы сделаем крем-суп, потому что у нас есть сливки. Вкусно. Как вкусно. Не, успела листик какой-то захватить. Это очень вкусно. Это натурально. Тем более сейчас весной, когда авитаминоз, мы рекомендуем делать вот такие вот здоровые супчики для себя, для своей семьи и для своих близких. Причем в этом блендере вы можете изготовить не только суп-пюре. Вы можете приготовить какой-то коктейль. Вы можете приготовить абсолютно любой соус. На самом деле вещь нужная, вещь незаменимая. Ну и что? Как он работает? У нас 4 скорости. То есть нам достаточно добавить продукт сюда, который мы хотим пробить. Неважно, соус это будет или же это будет суп. И причем, смотрите, благодаря тому, что у нас есть отверстие, вот здесь вот сверху крышечка снимается, мы доливаем сюда сливки и получаем тот самый нежный вкус. То есть сливки придают самому супу нежную сливочную консистенцию. То есть можно запросто использовать любые сливки 10%, 30% и у нас получается вот такой вот шикарный крем-суп. А вот эта штука для чего? А эта штука, это как раз ложечка, которая нам нужна. Ложечка! Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы предлагаем вам не просто блендер, мы предлагаем вам два, а в одном сам блендер. И мы предлагаем еще вот такую замечательную кофеварку. Две насадки, с помощью которых мы можем перемолоть себе кофе, сухарики, перец, сахарную пудру. Обратите внимание, что вот такой, вот так, благодаря вот такой вот маленькой насадке, вы можете каждое утро получать свежемолотый кофе. Вы можете здесь перемолоть сухарики, вы можете сделать здесь свежемолотый перец. И нам достаточно только его поставить, закрыть и включить. Сейчас мы, оп, опа, и очень быстро получается у нас вот такой вот свежемолотый кофе, который буквально через несколько секунд, через несколько секунд после включения мы получаем свежемолотый кофе, который будет водрить вас каждое утро. Буквально с каждого, с каждым глотком вы получаете свежемолотый кофе, благодаря вот такой вот насадке, которая в комплекте идет с нашим чудным стаканом, объемом полтора литра. Да, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы предлагаем вашему вниманию блендер-викарь, который у нас состоит из двух предметов, два в одном. Это у нас вот такая замечательная кофемолка и сам блендер. Блендер, да, я чувствую аромат кофе, аромат свежевыжатого кофе, ты знаешь, меня так бодрит вот этот вот невероятный запах. Ты знаешь, вот мы с тобой все-таки говорили сегодня не только о кофемолке, но и мы говорили о блендере. Мы приготовили сегодня замечательный суп. Шикарный помол, какой мелкий помол у нас получается. Давай я покажу помол. На белой тарелочке, посмотри. Замечательный. Давай мы насыпем вот сюда, насыпем на тарелку, и мы видим, какой у нас получается помол. Замечательный. Если вы хотите получить более мелкий помол, то вам нужно просто подержать подольше. А если вы хотите получить более крупный, кстати, этот помол вы можете использовать в последующем, как и скраб. После того, как вы выпили кофе, у вас остается вот тот самый кофе, в зависимости от крупности, как вы его перемололи с помощью нашей насадки. И вот таких вот шикарнейших. А давай рассмотрим внимательно. Давай рассмотрим внимательно вот эти вот замечательные ножи. Давай заглянем в наш блендер и посмотрим. Посмотрите, какая у нас высокопрочная сталь. Ножи у нас имеют 4 лезвия. А это значит, просто-напросто измельчают моментально. За одну минуту вы можете измельчить даже лед. Вот, мы можем вот сюда вот добавлять даже лед. Вы можете готовить коктейли, смузи. Мы можете готовить... Итак, наш соус. Вот он, наш томатный соус. Прямо сразу из сотейника. Он у нас сварился уже. Мы перекладываем его сразу в наш стакан для приготовления соуса. Закрываем крышку. Все. Закрываем крышку. Да, да. Закрываем крышку. Закрываем наш блендер. Ну, а я пока хочу напомнить цену. Цена 1790 рублей. Тут у нас специально есть механизм, который не позволит холостому включению. Пазлы должны просто попасть друг в друга. Тут у нас есть специальная такая кнопочка, которая позволяет... О, из розетки выскочил. Так. Да. Легко и просто мы можем приготовить в блендере абсолютно любые блюда. Мы можем обязательно... Вот так, буквально в течение нескольких секунд у нас получается свежий вкусный томатный соус. Кстати, это итальянский соус помодора, который готовится из помидор в собственном соку, лука и чеснока. Можете добавить немножко базилика либо кинзы. Также в процессе у нас есть вот такая вот, если нужно что-то помешать, есть лопатка, которую мы можем воспользоваться, например, через верхнее отверстие. Ну, а дальше мы начинаем... Ой, надо попробовать. Да, я тоже попробую. Вкусненький соус, который мы приготовили, потому что он свежий. Как вкусно. Давай делать, давай делать наше блюдо. Дальше мы берем наши крылочки, которые заранее уже обжарились, и выливаем туда наш томатный соус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!